Боже, бедный парковщик сидит в будке, в своей халабутке, а у нас три градуса замерз наверно на веки вечные. Малево ты мне каза! Бедный несчастный. Там холодно, как в собачьей будке. Приехал только что ко мне Андрюха, я его ждала немного, задержалась, посмотрите, что творится. А он говорит, а у нас в это время валит снег, у них температура ниже. Ну, нам, собственно говоря, тоже снег передали, но пока 3 градуса, пока держимся. А там, гляди, что-то мне вспомнился 2010 год, когда был ледяной дождь. Ай-яй-яй-яй-яй, что творится. А мне надо в магазин заехать. И как, как вот это вот, не намокнуть. Да, Луиджин, а ты меня, наверное, простишь, но вино я тебе сегодня точно не привезу. Пропускаем сначала народ с зонтиками, а то они бедные, несчастные. Ну, немножко утихомирился ветер. Это уже, слава богу, что нет порывов ветра. Порывы дождя, это не страшно. Главное, в лед не превратить. Ну, дороги пока у нас никто не посыпал. Так, посмотрю, окна запотели, ничего не видно. Ладно, ребятушки, отключаемся. Это 3 часа дня, как вечер. Видно, даже огоньки на магазинчиках горят. Вроде поздний вечер. Так, я еще не ездила. За 2 градуса, ребят. И это даже не час пик. Во время такой поездки можно сделать прическу, накрасить лубы, постричь ногти, сделать маникюр, педикюр. Стоим уже где-то минут 20, просто стоим. Видимо, кто-то впереди... Боже, какой ветрюган! А речка... Это вот такая вот высота воды. Представляете? Что будет завтра утром, даже представить себе не... Представить сложно. Наверное, завтра я на работу... Вот так вот, вот так вот дерево. Сейчас вам покажу. Не видно. Наверное, завтра утром на работу я не поеду, а пойду пешком. Боже, боже. У нас, когда начинаются такие проблемы, у нас же итальянцы по снегу ездить не умеют. По льду это вообще уже... Во-первых, заставляют на колеса одевать цепи, которые я, кстати, одевать не умею. У меня колеса, резина стоит 4 сезона. Интересно. Зима пришла. Снеговика будем лепить, сидя дома. Бедная Мишель сегодня еле-еле отработала. Я говорю, ну ты уже дорабатывай. Куда денешься? Завтра все равно выходная. Завтра уже будешь болеть. Ой, кошмар, ребята. Что творится? Куда-то съехать с этой улицы и никуда не съедешь. Дорога одна. Прямо. Вот это так пары и ветра несут волны на дорогу. Чтобы вы понимали, я сижу в машине, машина дрожит. Это я собираюсь выходить из машины. Короче, заехала я в Лидл. Скупилась на работу, то, что хотела купить. На работу, лазанью купила на работу. Потому что в Лидл дешевле, чем в нашем магазине. Хотела купить простыни детям. Не пришел самосвал. Говорит, из-за погоды. Наверное, где-то на дорогах либо снег, либо лед. Я верю. Я верю. Такой ветер. Я даже не знаю, как выйти. Сейчас надо приготовить ключи. Сказать на старт. Внимание, марш. И добежать до подъезда. Если сумки не улетят в другую сторону. Это каждый день. Каждый божий день. Это ужас какой. Что за ветра? Откуда они такие? Так. Вот все в сумку. Звонитик не надо. Хочу глянуть, что там на улице творится. Видите? У нас в подъезде люди могут просто все оставить. Никто ничего не возьмет. И елочка еще стоит. Не слышу порыва ветра. Не вижу дождя. Боже. Ну, вот это даже. Прям комфортно. Плюс 4 градуса. Даже гололеда нет. Да. Повезло. Я пораньше выскочила, думаю. Ну, если гололед. Сейчас придется идти брать какой-то вид транспорта. Шуровать пешком. Резина полулысая. Так что повезло. И опять пошел дождь. Но здесь уже плюс 6. Возле моря всегда теплее. Это мне такой свет создает заднее. Так как я прискакала раньше, могу себе позволить чашечку кофе. Вернее, две чашечки кофе. Душу согреть. Каждый раз, когда такая погода. Это что у нас еще зима не началась у нас. Зима начинается 21 декабря. Как у всех нормальных людей. Думаю о том, как моя Тереза прилетит на работу. Но сегодня хоть ветра нет. Там же метр с кепкой, понимаете. И хующая. А ей надо сначала на автобус. Потом на поезд. Потом еще на один автобус. И потом еще пешком бежать. Вслед за зонтиком. А она, наверное, на зонтике прилетает. Там с Мишель повезло больше. Мы на машинах ездим. Пошла я грузить бриошки. Сегодня у нас будет очень суперский новый рецепт. Но я вам это все покажу на кухне. Ох, снег, снежок, белозавирюха. Как там? Скобка снега насыпала. Вот это да. Вот это да. И такая погода на ближайшие 4 дня. Вот. Да, хорошо сидеть дома, смотреть. Когда горизонтально летит снег. Потому что ветер какой. А вон по тополям видно. Игорь отгребает рабочую машину. Своя засыпана. О, теперь свою. Хе-хе-хе. Может быть лучше за борщ. Хе-хе. Только вчерашний борщ. С цибулькой, салом. С юкропом. Смачного гоша. Смачного гоша. Спасибо. Сюда и мы ездим. Сніг иде. Мороз кріпит. А мы дивимось Спартак. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...